18 октября училище Олимпийского резерва исполнится 50 лет. За это время из стен образовательного учреждения выпустилось порядка 4000 человек. Из них 54 это мастера спорта международного класса. Но несмотря на полувековую историю училище нуждается в новом формате работы. В здании на проспекте 50 лет в ЛКСМ техникум располагается с 2008 года. Кроме этого помещения в собственности образовательного учреждения находится общежитие и грибная база. Построенные еще в 60-е годы они ни разу капитально не ремонтировались. В честь юбилейной даты за счет региональных денег и вне бюджетных средств техникуме удалось заменить вылетающие с петель деревянные двери на современные, кое-где поставить пластиковые окна, установить камеры видеонаблюдения и отремонтировать кровлю спортзала. Однако материальная база здесь все равно хромает. Всерьез вопросом реформирования спортивной отрасли в регионе и в частности главного спортивного СУЗа области занялась специально созданная рабочая группа. Конечно же нужно наш техникум дооборудовать нормальной хорошей столовой, добить вопрос устройства здесь общежития, о чем и говорил Владимир Валентинович. И тогда у нас получится как бы учреждение замкнутого цикла. Здесь живу, здесь учусь, здесь питаюсь, здесь тренируюсь. Это оптимизируют ребята, они не будут тратить лишнее время на поездки из одного края города в другой, на обед туда, на учебу сюда, ночую в другом месте. Одно из первых пожеланий перенести общежитие внутрь училища. Как рассказывает замдиректор Алексей Арзамасов, ежегодно его содержание обходится в 2 миллиона рублей, что очень нерентабельно для учреждения. К тому же находится общежитие вдали от самого места учебы. По подсчетам его рыночная стоимость составляет порядка 16 миллионов. Сумма довольно солидная, которая позволит в техникуме создать общежитие на 100 мест. Это или четвертый, или второй этаж. На втором этаже можно сделать ремонт, разместить 100 мест свободно. И также сделать на первом этаже столовую на 75 посадочных мест, что вполне хватает для нашего техника. Еще одно предложение – создание спортивного сооружения, куда войдут современный легкоатлетический манеж, беговая дорожка и 14 малых спортивных залов. В существующей инфраструктуре сейчас идет подготовка к предстоящим изменениям. Так, в основном в спортзале своими силами делают косметический ремонт, а в тренажерный вот-вот завезут три помоста. Руководство техникум Олимпийского резерва также рассматривает возможность попадания в федеральную программу. Существует ряд критериев, по которым туда можно войти. То есть необходимо, чтобы соответствовала материально-техническая база. Но пока она у нас слабая здесь внутри. Если что-то будет построено, то прямой вариант вхождения в федеральное финансирование. Ежегодно в техникуме обучаются студенты не только из нашей области, но и из Пермского края, Санкт-Петербурга, Крыма, Дагестана. В юбилейные последующие года предстоит решить еще немало задач. К тому же через несколько лет училище станет профилирующим. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды.